Всем привет, на связи Мамбу и в сегодняшнем видео я расскажу вам об одном и самом главном препятствии для вас на пути в обучении андроид разработки. Существует два основных препятствия и как ни странно эти два препятствия они зеркалят друг друга, то есть являются противоречиями. Но сейчас я расскажу вам о главном препятствии, которое встретится к вам на пути в андроид разработки, но на самом деле это препятствие характерно для освоения любой профессии или навыка, поэтому андроид разработка она как бы не исключение. И сегодня мы поговорим о таком препятствии, как пренебрежение практикой, вечная спешка, перепрыгивание в обучение и, скажем так, недостаточно серьезное отношение к своим обучающим проектам, которые вы можете показать на собеседовании. Это как бы можно свести к одному качеству лени или к недооценке того, что вы делаете. То есть сегодня поговорим именно об этом, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, я иногда, не очень часто, конечно, и это меня радует, что я это не очень часто в последнее время вижу, потому что, ну, обычно я имею дело со своими учениками, которые у меня обучаются на курсе, и они, как правило, я пытаюсь донести им, что каждый ваш обучающий проект, каждый ваш обучающий урок, это ваша, скажем так, коммерческая рабочая практика, и к ней нужно относиться именно так. К любому своему обучающему проекту, к обучающему домашнему заданию, нужно относиться как к реальному коммерческому проекту. И делать так, как будто вы делаете или как вы будете делать на реальном коммерческом проекте. Это очень важно. Ну, обычно человек как изучает? Включает видео урок, смотрит, смотрит, а ну все понятно, пошли дальше. Потом переходит к следующему уроку и делает домашнее задание, которое у него не получается. Почему не получается? Потому что он перепрыгнул, как ему кажется, в более простую технологию, и перейдя к домашнему заданию, он не смог ее реализовать. То есть, например, у вас есть задача сделать, допустим, bottom-up-bar и, скажем так, floating actions button, плавающая кнопка, либо у вас есть задача сделать нижнюю навигационную панель и выезжающую карточку. И получается, что из-за своей лени нижнюю навигационную панель мы не реализовали и пытаемся сделать на ее основе какой-то другой функционал, тот же выезжающий панель. Или сделать bottom-up-bar и, нормально, не установив кнопку floating actions button, пытаемся вызвать, притавя по этой кнопке, ту же выезжающую панель. И у нас не получается. И потом возникает вопрос, почему? Ведь я все делал правильно. А все просто. Вы не разобрались с первой ступенью в обучении и пошли ко второй. Пока вы не разберетесь с первой ступенью, вам не стоит идти и ко второй ступенью. Это не только пренебрежение практикой, это вот вечная спешка и перепрыгивание больше всего. То есть, вы пытаетесь быстро-быстро-быстро, перескоками, быстрее все изучить, изучить и уже идти к своей цели. Хотя бы начать делать коммерческий проект. А кто вам мешает делать его сразу параллельно с обучением? То есть, вы изучили какую-то технологию, посмотрели на практики, реализовали на своем коммерческом проекте, изучаете дальше. Что-то изучили, что подходит, нужно вам для коммерческого проекта, реализовали и идете дальше. То есть, это вечная спешка. Не нужно спешить и перепрыгивать. Нужно досконально изучать каждую технологию. Даже если она кажется вам очень простой. Проработайте ее несколько раз, поймите, как она делается. Далее, вот пренебрежение практикой. Сюда тоже относятся, в принципе, к этому случаю, потому что, ну понятно, что тут практиковать. Итак, понятно, я это потом сделаю. Не сделайте. Вот вы забудете. Потому что то, что вы не попрактикуете, у вас через день, через два уйдет из головы. Вы это не сделаете. Пока вы не попрактикуете. И опять же, отсюда выливается, вытекает такая проблема, что вот быстрее вот я изучу и перейду к настоящему проекту. И вы относитесь к своим учебным проектам не как к рабочим. То есть, лишь бы какой дизайн сделать, лишь бы какой функционал. Главное, чтобы работало. То, что это может криво работать. Да, это не важно. А вы подумайте, что ваш педпроект, то есть учебный проект, это тот опыт, который вы можете показать на собеседовании, на фрилансе или для потенциальных заказчиков. То есть, к учебным проектам нужно относиться как к рабочим и допиливать его до конца. Допиливать его именно, чтобы он был классный, чтобы на него посмотрев, никто не понял, что это учебный проект. Что это нереальный проект. Введя это ваше учебное мобильное приложение, никто не должен знать, что это ваше учебное мобильное приложение. Все должны осознавать, что это реально ваш коммерческий опыт. Это очень важно. Относитесь к своим учебным проектам как к рабочим. Ведь вы понимаете, что вся коммерческая нормальная разработка, она уже начинается у вас с обучения. Если вы так будете относиться к своим проектам при обучении, то потом, допустим, при трудоустройстве, вам будут давать очень легкие задачи. И вы будете к ним также, допустим, поправить верстку какую-то. И вы думаете, а, ну это не функционал, не серьезно, лишь бы как сделаю. И в итоге у вас никакого дальше движения не будет. То есть, это все потом выливается в коммерческий опыт и в работу. И запомните, обучение это не марафон, не нужно бежать, нужно изучать скоростью, которая нормальная для вас, которая позволяет все это плодотворно изучать и осваивать. То есть, основная такая проблема в обучении это ваша лень. Лень в пренебрежении практикой, лишь бы перескочить, перепрыгнуть и нормально не проработать. Потом это выливается в том, что вы что-то не можете делать и не понимаете, почему у вас это все не работает. Лень также это в плохом отношении к своим рабочим проектам, к своим учебным проектам. Вы не относитесь к ним как к рабочим и не серьезно вообще относитесь к этому делу. И потом это все вызывает вопросы и проблемы. И не нужно бежать по темам, нужно плодотворно, постепенно все изучать в той скорости, которая позволительна вам. То есть, у каждого человека разные возможности, каждый человек изучает технологии с различной скоростью. У каждого различное понимание. Одному на технологии нужны два дня, другому один месяц, другому третьему три месяца. Очень важно, чтобы вы поняли, что от каждого изучения технологии относитесь именно как к рабочему коммерческому опыту. И тогда будет все у вас хорошо. Ну а на связи был проект Мабу. У меня на сегодня все. До встречи на следующих видео. Всем пока.